За жестокость приговора в Щелковском городском суде в минувший вторник состоялось оглашение приговора житель Ледовского квартала ПСК Ледова Максим Петров осужден на 3,5 года лишения свободы с применением условной меры доказания по 245 статье Уголовного кодекса Российской Федерации части 2 пункту В за отравление собаки и его соседки Анны Верченко. Осужденному суд назначил штраф в размере 150 тысяч рублей за баральный ущерб, нанесенный потерпевшей, оплату ей компенсации по судебным издержкам и за умершую из-за отравления собаку. Петров обвинялся по двум статьям. Первая статья и основное обвинение это часть 2 пункт В статьи 245. Это жестокое обращение с животными совершенно с применением садистских методов. По этой статье максимальное наказание 5 лет лишения свободы. Также он обвинялся по 167 статье. Это уничтожение имущества. Но поскольку это статья небольшой тяжести и истек срок давности привлечения уголовной ответственности, это 2 года по этой статье, то он был освобожден от наказания по ней. Поэтому единственная статья, наказание которой осталось, это вот такая вот. В ходе следствия была доказана вина Максима Петрова. Он отравил собаку по кличке Росомаха. Заключение экспертов было приобщено к материалам уголовного дела, и суд принимал решение только по одному эпизоду. Всех собак кинолог майор полиции в отставке Анна Верченко брала и продолжает брать из Центра специального назначения сил оперативного реагирования Росгвардии ОМОНа Зубр, в котором она ранее на протяжении многих лет несла службу. Отлично выдрессированные. Они не доставляли никому из соседей беспокойства. Проживали в специально построенном для них вольере на территории дачного участка, где имеется площадка для их выгула. По событиям, повлекшим отравление собаки, на протяжении более года велось следствие и судебное разбирательство. Собака для меня это не просто животное. Люди очень сильно переживают даже за животных, которые просто живут с ними на диване. То есть они просто их любят. Эти собаки для меня напарники. Я с ними работала. Мы добивались такого взаимодействия, таких взаимоотношений, что мы понимали друг друга с полузгляда, с полуслова. То есть вы понимаете, с щенка, сколько это душевных сил, сколько любви уходит. То есть ты каждую минуту вкладываешь что-то в эту собаку. И вот эти собаки, они у меня были спасатели. 245-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации в части 2 по пункту В формулируется как «Жестокое обращение с животными с применением садистских методов». Об этом происшествии и о том, как начиналось следствие по резонансному делу, мы рассказали год назад в специальном репортаже «За что травили Рекса». Так звали одну из отравленных собак, которую удалось спасти, но она получила повреждения внутренних органов. В связи с тем, что Максим Петров так и не признал себя виновным, потерпевшая считает, что необходимо в судебном порядке добиваться для него более строгого наказания. Петров вину не признает, ведет в суде себя вызывающе, обвиняет всех во лжи, пользуясь своим статусом тем, что он не несет никакой уголовной ответственности за дачу ложных показаний, как подсудимый. Он обвиняет всех – экспертов, ветеринаров, свидетелей, меня, ну всех. Все обманывают, кроме него. Соответственно, я считаю, что наказание не то, что мягкое, это наказание вообще не наказание. Максим Петров отказался дать журналистам свои объяснения случившегося. Мы будем и дальше следить за этой историей. Андрей Циханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.